Друзья, всем привет! Сегодня продолжение темы Backgroundworks. Я хочу показать пример реализации, который уже использую на нескольких проектах. Он себя полностью оправдывает и поэтому хочу, собственно говоря, поделиться с вами услышать ваши рецензии примеры, комментарии, замечания и, собственно говоря, так далее. Ну и прежде чем начать, давайте посмотрим несколько слайдов. Итак, ввожу вас в курс дела. Я предположил, что у меня есть интернет-магазин, у которого есть каталог товаров, товары которого могут меняться в зависимости от курса валют, каких-нибудь которые у нас есть в ЦБРФ. Я не знаю, неважно какая валюта на самом деле. Так же эти цены могут меняться на основании, допустим, какого-то внутреннего коэффициента магазина. Там поставщик, не поставщик, там разные могут быть варианты. Собственно говоря, что на картинке? Дяденька, который, собственно говоря, менеджер, да, вот такое вот делает какое-то изменение в каталоге товаров, вернее, вносит новый коэффициент и там новый курс, допустим, там, Тенге. И нажимает кнопку сохранить и начинается работать первый воркер, который должен где-то там в бэкграунде обновить цены всех товаров. Почему в бэкграунде? Потому что на самом деле может быть огромное количество товаров и, возможно, их будет потребность обработать не все сразу, а как-то по очереди. Но, в общем, в итоге вот этой вот работы обновится там миллион, допустим, товаров, ну, допустим, это Алиэкспресс, да? Вот. И после этого создастся новая задача, которая сделает формирование прайсов. Ну, я понимаю, что это на самом деле такая утопическая идея, потому что под миллион прайсов, под миллион или больше миллиона товаров формировать прайс это не важно. Давайте опустим эту лирику. В общем, у нас произошло обновление товаров, цен на товары, сформировался прайс и после того, как он сформировался, мы отправляем нашим заказчикам, собственно говоря, вот эти вот самые прайсы, которые были сформированы. Надо понимать, что последовательность строгая. Сначала выполняется это, потом это, потом это, ни в каком обратном или там без выполнения вот этого перепрыгнуть нельзя на этот, собственно говоря, этап. Поэтому задачи, которые будут появляться у воркера, должны выполняться последовательно и зависит от того, насколько, и в смысле тогда, когда предыдущая была выполнена успешно. Вот основной критерий. То есть, если формирование прайса завершилось неудачей, ну, допустим, место на винте кончилось, мы можем отправить на e-mail сообщение нашему, вот этому, который самый главный, ну, либо завершить процесс и ждать, пока он там придет и снова. Или можем даже не просто завершить, а начать эту задачу заново, да, через определенное время, с отложением там, ну, с откладыванием как-то, с отложенным стартом на там 10-15 минут, неважно, все это как бы управляется. И вот сейчас то, что я буду показывать, это уже реализовано, ну, во всяком случае, возможность этого реализации. Также у нас еще есть какой-нибудь воркер, который имеет свой процесс. Он может стартануть вот это вот все, ну, по своему расписанию в определенное время, именно тогда, когда он захочет и когда нам это будет нужно. То есть, мы можем установить нужное нам расписание, там, раз в день, пять раз в день, четвертый месяц пятого дня или наоборот, там, или только в субботу, пятнадцатого августа какого-нибудь года. Ну, в общем, вот это на самом деле важно, что у нас сами процессы могут идти от пользователя, от воркера и определяться, и выполняться в определенной последовательности. Итак, на основании вот этой картинки у нас есть четыре процесса, именно их я и хотел выделить, и давайте озвучим их еще раз. Итак, первое, что у нас, какая есть потребность, у нас нужно в фоне обновить цены на товары на основании коэффициентов или курсов каких-то валют. Вторая задача это сгенерировать Excel-файл, или какой-нибудь другой, там, PDF, не знаю, не важно, для отправки его подписчикам. Третий, это нам нужно сгенерированный этот файл отправить через e-mail, через push нотификации или еще каким-то образом, не знаю, или там заказать курьера в конце концов. Неважно, нужно отправить его всем вот этим адресатам, которые подписаны на вот эти изменения прайса в нашей компании. Ну и четвертое, у нас есть задача по загрузке данных с Центрального банка России, там, валют, да, каких-нибудь, неважно, и снова запустить, которая запустит потом в дальнейшем обновление цен. То есть вот четыре задачи есть, которые мы будем вот сейчас как бы реализовывать. На основании вот четырех предыдущих пунктов, давайте еще раз назад вернусь, то есть теоретически это можно сделать разными способами. Первый вариант это сделать четыре хост-сервиса для SP.NET Core, которые будут в определенный момент стартовать и делать какие-то задачи. Можно сделать один, который стартует каждую минуту, который я показал на предыдущем видео, основа его работы и который будет обслуживать какую-то таблицу записей вот этих вот задач. Почему первый вариант не очень хороший, а второй очень хороший. Смотрите, когда у вас хост-сервис стартует, у вас в памяти так, давайте не так, смотрите, если вы не будете сохранять задачи, которые ставите в системе в момент прерыва, обрыва, слома, взрыва, я не знаю, затопления, потопления, то существует вероятность, что после рестарта сервиса вы не сможете продолжить выполнение задач, которые были поставлены. Вот второй вариант, когда вы задачи сохраняете в базе данных, а потом их читаете, обрабатываете, запускаете или перезапускаете, при этом сохраняя результат каждого выполнения в конкретной таблице задач, это на самом деле, ну, в общем, это проверенный вариант, это работает, просто поверьте или докажите, что это не так. Итак, смотрите, у меня есть два варианта, я буду использовать второй, когда, ну, вернее, даже не столько второй, я бы хотел сказать, что можно вот эти вот два подхода между собой очень, очень эффективно использовать вместе. И именно вот эту вот реализацию я вам хочу показать, а от вас, опять же, повторюсь, жду комментарии, советы, ретензии, предложения, замечания и так далее. Итак, что у нас есть? Смотрите, у нас есть крон расписания, которое может стартовать в удобное для нас время или по определенным правилам, или в определенные для нас удобные интервалы. Мы можем задать там каждые 30 минут с понедельника по пятницу. Вот просто будет тупо каждые полчаса стартовать, а выходные будет отдыхать. Мы можем придумать расписание, которое будет ровно, допустим, каждые 6 часов в 0 минут с 1 по 15 число каждого месяца. Тоже идеально. Это может быть для каких-то работ. Более того, мы можем делать более сложные варианты, когда там в 12-15, каждый там четвертый день каждого второго месяца. Ну, то есть, вариантов на самом деле очень много. Это дает гибкость. Вот если говорить про тот Nougat пакет, который я рассказывал в предыдущем видео, его можно запустить, работать по этому принципу на основании вот этих вот настроек вот этого пакета. Ну и теперь давайте переключимся в Visual Studio и я покажу, какой проект я накидал, который обязуюсь выложить в GitHub для вашего обозрения, тестирования, использования и в качестве примера в том числе. Итак, чтобы не тратить ваше драгоценное время, я уже проект сделал, он работает, сделал его на основании Nibble Framework, то есть, у него уже строен Identity Server, у него строен Swagger, Mapper, ну и еще куча информации, давайте я вам покажу. То есть, у меня уже есть здесь какая-то сборка, которая позволяет работать с Mediator пакетом, ну и здесь есть Swagger, вот, чтобы можно было сразу работать напрямую с UI, выполнять методы контроллеров. Ну и давайте для начала запущу это все, покажу, что там смотреть, собственно говоря, нечего, если только включить фантазию и предположить, что у меня большой, офигенный API, на котором много-много методов, и один из них вот обновить какие-то там коэффициенты, то есть главный менеджер заходит на этот сайт, авторизуется примерно вот так вот как-то по-хитрому с секретным паролем и имеет доступ к этому сайту, вот к этому, вернее, методу, в котором вводят новые коэффициенты, ну, например, поднимает их там 2,2 и какой-нибудь курс какой-нибудь там валюты ставит, я не знаю, ну пусть вот такой. Суть в том, что они у меня никак не обрабатываются, я покажу почему, потому что, собственно говоря, это не задача моя сделать интернет-магазин, но, в общем, по клику у меня человек попадает вот сюда и давайте я вам покажу, как это происходит. Я нажимаю execute, нет, у меня медиатор говорит, ой, в смысле, свагер говорит, что у меня что-то неправильно с буквами, и вот я попал в метод контроллера, давайте отсюда в обряк уберем, опустимся немножечко глубже, то есть, медиатор, вернее, даже не столько медиатор, сколько в хендлер от медиатора, даже вот так я сделал. Вот мы попали в хендл этого медиатора, и давайте предположим, что там какие-то действия с базы данных происходят, то есть, пользователь не просто там нажал, обновил коэффициенты там курсы валют каких-нибудь, но и сохранил их в базу, и после этого мы делаем сейв, да, то есть, вот есть у меня тут unit of work, который там делает какой-то сейв-чейндж, и результатом этого сохранения может быть успех или не успех, и в случае неуспеха мы можем там, то есть, если неуспешно, можем сказать алё, гараж, там, мыло ему отправить или еще что-то, но суть не важна, допустим, у нас все успешно, и мы добавляем информацию о том, что, собственно говоря, у тебя все получилось, и мы добавили работу для воркера, вот эта самая работа для воркера, давайте немножко на этом остановимся поподробнее, и так, так, закрыть все, и у нас есть Ctrl-T, воркер, и так, воркер, у него есть базовая реализация, в принципе, вы тоже можете с ней поиграться, как вам будет удобно, но у нас есть воркер, который реализует интерфейс, давайте я вам покажу, единственное, что делает этот воркер, он добавляет задачи для калькуляции, добавляет задачи для price generation, добавляет задачи для и добавляет для appendwork. Это, собственно говоря, очень просто, как вы видели, я просто могу заинжектить этот iWorker, и в любом месте просто добавлять задачи для этого воркера, создавая, соответственно, ну, как вот здесь, например, просто в таблице works определенные задачи определенного типа. Как вы понимаете, каждая из задач имеет свой тип, вот в данном варианте, и этот тип описан в Enam. Соответственно, здесь у вас могут быть любые другие задачи, или другие Enam, в конце концов, но суть сводится к тому, что где-то есть не просто worker, а worker-процессор. Этот worker-процессор как раз и обрабатывает эти задачи. То есть, откуда он знает, что ему их нужно начать обрабатывать? Я уже, наверное, показал. Давайте еще раз покажу. Так, ну, это регистрация в контейнере, собственно, мне теперь важно вам показать, что у нас есть этот вот hostedminutes. Да. Вот. И он, собственно, вот, получает этот worker-процессор. То есть, каждую, в моем случае, как, если я отключу дебаг, то в моем случае вот так вот должно быть false. То есть, каждую минуту на основании вот этого паттерна он будет запускать задачи, которые найдет в той таблице. Я обратно верну, чтобы удобнее было дебажить. Давайте даже 15 минут, хотя я наверняка буду останавливать сам. Итак, то есть, он каждую минуту в соответствии с расписанием вызывает этот метод, который находит задачи и начинает их исполнять. То есть, закидывает, грубо говоря, вот в этот метод. Этот метод через case switch обыкновенный находит тип задачи, который нужно выполнить и вызывает соответствующий метод. но тут у нас, как вы помните, создалась задача. Давайте я вам покажу. Да, вот эта задача, у нее price calculation и, соответственно, вот этот метод будет выполнен. Ну, а здесь, опять же, тот самый медиатор выполняет price calculation, собственно говоря, request и здесь уже вот я бряку поставил. То есть, сейчас, когда я выполню, давайте прямо с самого начала, да, вот мой work processor, вот мой work process, даже вот сюда. То есть, вот этот вот будет дернут, собственно, вот отсюда. Так как у меня стоит сразу стартовать при старте, я сейчас нажму старт, попаду сюда и вы увидите, что я дойду до того места, где уже можно будет посмотреть именно обработку. Так, UI нам не нужен, как вы понимаете. вот стартану, я нажимаю F10, F11, я попадаю как раз в тот метод процесс, я нахожу задачи, которые мне нужно выполнить, вот, одна задача нашлась, и я нажимаю F11, попадаю в тот самый метод, который начинает обрабатывать эти задачи, и тут вот какой вопрос. у нас есть очередь этих задач, то есть, если у меня вот задача нашлась, вот она, и я сейчас начинаю выполнять, то мне нужно поставить ее в очередь, чтобы я ее больше не выполнил, то есть, если она в очереди есть, мы скипаем ее, если нет, поехали обрабатывать. Ну и тут, как вы понимаете, я дохожу до типа задач, который там описан, и как раз падаю в этот метод, который вызывает хендер, и я попадаю в ту самую бряку, куда, собственно говоря, я и хотел попасть. Давайте остановлю, чтобы рассказать, что здесь происходит. Итак, смотрите, опять мы делаем какие-то телодвижения с базой данных, с другими сервисами, или еще там с чем-то нужным, и после этого делаем Safe Change, ну, через Unit of Work. Если неуспешно, мы можем в Work Service обратиться, который, собственно говоря, тоже инжектится через Dependency Injection. Давайте покажу, что он может. Ну, давайте вот так. Вот оно. Вот интерфейс. Здесь мы можем найти задачи, все дочерние задачи, все основные задачи. Мы можем задачу получить по идентификатору, мы можем ее зафейлить, мы можем ее закомплитить, мы можем ее рестартануть, ну, и там еще пользователя можно найти, но это уже нюансы. И получается, что, когда я сюда попадаю, проделал какие-то операции, сохранил, опять же, повторюсь, базу данных, и результат там, если неуспешно, то есть у меня сохранение базы данных выдало исключение, я могу запустить, то есть я могу фейл, да, сделать, то есть завершить эту задачу, и где-то там запишется результат выполнения задачи, в саму в нее, и там будет понятно, что с ней случилось, она останется в базе данных, я смогу открыть логи, посмотреть. Если же я хочу попробовать рестартануть, я даю другую команду, то есть либо это, либо это, и также она мне через какой-то промежуток времени, причем в рестарте можно указать, через какое время стартануть задачу, и она выполнится. То есть, также можно в задачу указать количество рестартов, да, я могу сделать рестартов, при создании задачи указать 5 рестартов, и она на пятый просто вывалится, становится, в общем, там гибкая достаточно система. Если у меня завершилось удачно, то мы проходим дальше и завершаем эту задачу успешно, да, говорим, все, у тебя там прайсы сформированы, может быть, там отправить мыло, или еще что-то, и при этом создаем новую задачу. И тут принцип этого, собственно говоря, действия повторяется. Давайте я нажму Ctrl F12, и здесь у меня создается другая задача, которую уже делает Price Generation. Ну и, как вы понимаете, вот это вот все выполняется последовательно, и здесь есть у меня тот самый Work Processor, который знает, что сделать. Задача, которая называется Generation, потом где-то тут есть вот Price Sending, то есть это все как бы однотипно, и, ну, давайте тоже расскажу то же самое, грубо говоря, у меня все методы делают одно и то же. Что-то делают с базой данных, проверяют результат сохранения базы данных, и есть неуспешно, задача завершается, опять же, можно задачу удалить по завершению успешному, или оставить базе, просто поставить Completed Ed, и создать новую задачу, то есть, дальше у меня Price Sending, и это создает новую задачу, и суть сводится к тому, что так же, например, она у меня обрабатывается, у меня здесь есть где-то медиатор, давайте я его открою, и сразу, чтобы по нему было удобнее ходить. То есть, когда у меня Send отрабатывает по такому же принципу, там тоже какие-то, допустим, манипуляции, там поиск e-mail, поиск этих профайлов, ну, то есть, e-mail адресов у пользователей, и, допустим, отправка, forage, там, если неуспешно, можно там зафейлить, все запустить заново процесс, или запустить задачу заново отправки, ну, так работает спам, наверное, не знаю, если задача завершилась успешно, можно его завершить. Так работает вот этот вот процесс, который был описан ранее, то есть, пользователь нажал кнопку, прошло три последовательных процесса, они сохранились в базу данных, каждый из них был описан в задачах, то есть, в таблице works, их результат мы тоже видим, если все успешно, у меня work'ов не будет, ну, и, собственно, наступает тот момент, когда нужно запустить задачу в какой-то определенный момент времени, и я покажу, как я это делаю, у меня есть rate update hosted, да, то есть, какой-то апдейт хостингов, вот в данном варианте я поступил по-другому, у меня каждые 30 минут с первого по пятый, это значит, в рабочие дни с понедельника по пятницу, ну, вот в данном варианте, да, у меня стартует вот этот сервис, который идет, ну, я могу поставить, как сказал ранее, там, раз в неделю, там, раз в 6 часов, раз в 12 часов, или каждое утро, каждого дня, неважно, то есть, есть какой-то дополнительный hosted сервис, который запускает append work download rate, то есть, грубо говоря, сюда уже инжектится не процессор, а сам worker, который просто ставит задачу в тот самый список задач, и как вы понимаете, раз поставлена задача, значит, она где-то обрабатывается, work processor, имеет обработчик download rates, async, который имеет, опять же, handler, ну, в общем, здесь все то же самое, происходит получение там данных, ну, допустим, мы отправили запрос в cbrf, там, по какому-нибудь API-у получили, сохранили, и, в общем, дальше ставим append work calculation, и, как вы понимаете, этот цикл пошел заново, и таким образом получается, что вот это вот все происходит без нашего участия, оно выполняется в определенной последовательности, мы можем в какой-то мере, если не в полной, но в какой-то, с высокой долей вероятности управлять этими процессами, мы можем отправлять мыло, ставить уведомления, пуш-нотификации, если задача сломалась, завершилась, перестартанула, в общем, гибкость очень большая вот в этой вот обработке, ну, и нужно понимать, что раз у нас есть вот эти вот подобные запросы, да, которые реализованы через медиатор, то есть через CQRS, вот этот вот подход, мы можем выполнить из любого места программы, да, грубо говоря, мы можем это вывести наружу в API, то есть любой пользователь может это дернуть, этот API, и наш процесс запустится в определенной последовательности, и эти задачи будут обследоваться, ну, то есть управляться централизованно в одном месте, грубо говоря, если у вас микросервисная система, то процесс получения данных из, допустим, какой-нибудь очень старой системы или там параллельно развивающейся, всего лишь сведется к тому, чтобы вам в вашу задачу, в вашу таблицу WORKS была поставлена запись, не обязательно использовать WORKS, да, можно там по синхронизации на уровне баз данных, да, ставить эти задачи, то есть вот эта вот гибкость, она на самом деле существует, и она такая достаточно неслабая, ну и еще что бы хотелось сказать, ну, наверное, наверное, то, что здесь реализация, сейчас, секундочку, один момент, вот WORKINGS, то есть надо понимать, что есть WORKER, давайте я сделаю вот так, чтобы некоторым подытожить, задач может быть здесь много, то есть, ну, у меня есть Naming Convention, когда append WORK, это у WORKER создаются задачи, то есть, если я, допустим, вот ищу какую-то запись, то мне очень просто найти обработчика, я пишу процесс WORKS и, собственно говоря, попадаю на обработчика этой задачи, то есть, надо понимать, что количество задач может быть, собственно говоря, очень большое, вы их можете ставить в определенных или там специализированных параметрах по-разному, да, можно их выполнять, собственно говоря, из нотификаций, которые можно использовать через Sikures, который, в общем-то, этот медиатор тоже реализует, ну и сам процессор, да, возможно, здесь есть некоторая такая, как бы сказать-то, K-Switch, да, может быть, не все любят этот паттерн, но реализация, собственно говоря, может быть, тоже другая, но главное понять принцип вообще, как это все делается, количество задач, ну, смотрите, если у вас несколько WORKER-ов или там несколько тип задач, то их можно разделить по образу и подобию, то есть, допустим, для склада один набор задач, то есть, один вот этот вот WORK TYPE FOR склад, да, например, или WORK TYPE FOR, там, я не знаю, мат ценности, или WORK TYPE, там, я не знаю, ну, что еще есть, там, каталог, и вот эти задачи сводятся к тому, что их обработка будет централизована, она будет разделена по таким сегментам управляемым, ну, и потом, вот эти вот методы, которые реализованы уже в медиаторе, вы сможете использовать и на DAPEF, CORE, который, да, и на, собственно говоря, SP.NET, и где вообще это есть реализация медиатора, она много где есть, ну, и что еще хотелось бы сказать, это реализацию я, так сказать, веду уже давно, проверил на нескольких, там, проектах, она себя оправдала, все на самом деле очень сильно логируется, давайте я сейчас запущу процесс работы, как это должно работать, и перемотаю видео, а вы увидите в ускоренной варианте вот этот вот все, как это должно примерно выглядеть, я сейчас посмотрю, что у меня здесь задач нету, вот, и давайте я сейчас делаю немножечко красиво, в том смысле, что поставлю сюда, чтобы у меня, так, это запускалось так же, там, допустим, каждые пять минут, ну, ладно, пусть каждые десять минут поставлю false, а every minute поставлю, как обычно, чтобы он запускался каждую минуту, и не стартовал сразу, вот, и, собственно говоря, я сейчас это запущу, уберу все бряки, покажу вам консольное окно, ну, для начала, конечно же, нужно вот так вот сделать, создать первую задачу, ну, либо ждать, пока воркер запустится, ну, и в моей реализации только ворки будут меняться, вот, то есть, вот уже пошла работа, а все вот эти вот закадровые процессы, они могут быть длительные, короткие, но, тем не менее, не может у меня следующая задача стартануть, пока не завершилась предыдущая корректно, я на этом замолкаю, вам показываю черный экран несколько минут, и, а потом попрощаемся, как вы видите, особо смотреть-то здесь нечего, задачи выполняются, удаляются, остаются, все плохие будут видны прямо с исходом, каким они были завершены, давайте остановлю процесс, я думаю, понятно, как это работает, я от вас жду комментариев, я прошу вас написать, что вы по этому поводу думаете, допустим, взлетит или не взлетит, это в вашей конфигурации, я вот этот весь проект положу на GitHub, собственно говоря, вы можете его скачать, поиграться с ним и посоздавать свои задачи, или посмотреть, как это работает, на этом, наверное, все, спасибо вам, что смотрите, спасибо, что помогаете создавать видео, те, кто помогает, они поймут, и на этом всего доброго и до новых встреч! ближай до inlet, до новых встреч! Продолжение следует...